Не далее, чем сегодня, на стене одного френда Facebook я подтвердил, что я ни разу не был в Донецке, ну а на Донбассе был, так знаете, проездом, но тем не менее, путем получения множества информации оттуда с мест, путем каждодневного общения с людьми, которые там живут, путем получения оттуда видео напрямую, не где-то там увиденного, я сделал определенный вывод по этим областям, по поводу людей, которые там живут, по поводу украинцев, по поводу моих соплеменников. Вывод этот хороший, то есть, ну, я не могу ничего плохого сказать по поводу там людей, потому что все мы слышали эти штампы, да, там, наркоманы, алкоголики, там, тунеядцы, они высасывают все соки, они высасывали все соки, ну, теперь уже два года говорят, что мы потеряли 20% экономики. То есть, все те, которые раньше квакали по поводу того, что это убыточный, в общем-то, и сосущий регион, теперь сами, можно сказать, на эфирах, рассказывая о том, что мы потеряли 20% экономики. К чему я веду? Я считаю, что абсолютно неправильно, неправильно и глупо делать выводы о чем-либо, основываясь только лишь на том, что предоставляют СМИ. Потому что СМИ иногда рассказывают то, что надо СМИ рассказать. Мы же можем рассказать, что вот этот дом находится постоянно в тени, описывая только одну сторону дома, к примеру. Я решил провести опрос, небольшой опрос, и я представляю, что начнется сейчас. В общем, по поводу того, нравится вам Европа или не нравится, в конце я выскажу свое мнение, очень-очень короткое, ну, как человек, который живет в Европе, я думаю, я имею на это право. Здравствуйте, вам нравится Европа? Нет. А почему? Потому что они продажные все. Вот и все, и мы никогда с Европой не будем вместе. Это я отдаю вам... А вы бывали в Европе? Ну, как сказать... Ну, был, ну, давно. В принципе, это соцстрана. Вот. Ну, а сейчас они все поменяли курс. И в худшую сторону. Вот. Если не могут... Ну, понимаете, у них один принцип. Россия виновата во всех грехах. Вот я слушаю, передаю. Ну, а если бы не политика, то все нормально? Ну, знаете, честно скажу, я сталкивался со мной... Знаете, есть хорошая пословица. В семье не без родов. Что там хватает, что здесь. Вот. Так что там тоже есть нормальные люди, я не отрицаю. Но, видите, они переворачивают всю информацию, которую здесь. Здесь одно приезжают, там показывают. Здравствуйте, вам нравится Европа? Да ничего нам удобно нравится. Мне она никогда не нравилась. А вы там были? Я в Европе не был, был в Турции. Не знаю, мне не нравится вообще само отношение Европы к нам, скажем. Так вам не нравится Европа или какое-то политическое отношение к вам? Мне не нравится их отношение. То есть Европа, люди там как люди. Люди везде одинаковые. А отношение их к нам, мне вообще не нравится. То есть Украина, это Европа, а мы это, как бог знает что. То есть это мне как бы, я это не могу, не принимаю я это. А вы как считаете? Так же самое, я считаю, с Европой нам не будет. Вам нравится Европа? Ну как, само по себе Европа есть Европа. Ну а Донбасс, здесь родились, здесь крестились, здесь выросли и дети, и все. Вся я местная, с самого, как говорится, дня рождения. Так что, нет, как говорится, еще старые писатели, где родился, где крестился, там и пригодился. Так что мы без измены. Все здесь. Вам нравится Европа? Нет. А почему? Ну, рифма плохая, не скажу. Ну не нравится. Я больше к России, скажем так. А вы были в Европе? Нет. Я не хочу. А вы не любите Европу за политику или за какие-то другие вещи? Я не люблю, потому что там можно, чтобы мужчина с мужчиной жили вместе, женщина с женщиной. Ну, я этого не люблю и не приветствую, никогда не буду приветствовать. Я считаю, это неправильно. Европа. Нравится. Нравится. А что? А чем? Потому что я в Европе родилась. В Европской области родилась. Подождите, а вы считаете, что в Житомирской области Европа? Ну, это Запад. А вы на заправке стояли на Сахмале. Тебе нравится Европа? Нет. Почему? Ну, не нравится. Ну, почему? Объяснить можешь? Это... Давайте вы не будете снимать. Но я не могу это объяснить. Ну, а в связи с чем она тебе не нравится? Ну, не нравится она. Мне и все. Европа. Я была в Европе в сами десятые годы. Мне тогда нравилось. Сейчас я ничего не могу сказать. Не знаю. А я не была ни тей. Кроме я с Россией. Я работала. Живу здесь. Живу здесь. Молодец, 18 лет. Было нормально. Было отлично. Вы задали нам, работайте, пожалуйста. Когда наступит мир. Мы устали простые люди. Невыносимо уже жить. Вот дом возле больницы. А я, чертику, да, извините. Дойдем все, у слова. Мне за 70 лет я должна ездить. От своего дома. Ну, они же не знают. Вот эти. Не можете, да? Ну, а мы сейчас наболтаем, что там языки подрезают. Да, мы хотим. Ну, ладно. Как вас зовут, хоть скажи. Лопа? Я не знаю. Нравится ли мне? Я сейчас не могу ничего вам сказать. Потому что вы же видите, что происходит. Я не знаю. Что можно сказать? Не знаю. Вы бы хотели жить в Европе? Я хочу, чтобы здесь все наладилось. Понимаете? Я хочу тишины, покоя, чтобы мои дети тоже жили в тишине. Я вот сейчас была на Октябрьском. У меня просто за голову схватилась. Я просто никогда никогда не была. И то, что там было, это бедные люди. Естественно. Кому она не нравится? А вы были в Европе? Нет, не было. Но у меня тетка там живет. По крайней мере, ее жизнь и наша жизнь, это не по земле. А где бы вы хотели жить конкретно? Конкретно дома, чтобы тишина и мир был. Вот и все. Чтобы тишина и мир. И мой родной дом здесь. Нет. А что так? Мне не нравятся многие вещи, которые там происходят. Воспитание детей, в первую очередь. Гейпарады. А вы были в Европе? Нет. И нет желания поехать даже. Нет. А почему? Что я там забыла в Европе? В нищей. Если мы были богатыми, другое дело. А так, как мы нищие, кому мы нужны? Европа? Нет. А почему? Россия нравится. А почему? Европа. Как она вот это? Приезжают к нам все время, проверяют, а что они? Даже не сообщают, что у нас творится. А БСЕ вообще не работает. На поселок поехали, люди стали возмущаться, говорят, для чего вы сюда приезжаете? Как стреляли, так и стреляют. Мы развернулись и уехали. Вот и все. Поэтому нам никакой помощи и внимания нет. Мы уже сколько? Второй год у нас война, нас убивают. Боже упаси. Уроды. Как только открылся этот занавес, стали у нас наркотики. Я не знала до 40 лет, вот мне 70, что такие наркоманы бывают. Как только занавес этот открылся, и так сразу наркотики пошли. А еще голубые эти. Это разве можно? Это же где их церковь? Как она их это? Ну, это же, если это... Одни черные. Вся Африка туда уехала. Правильно, что она уехала. Они порабощали их, сколько много лет. Пусть теперь они возьмут свою. Только то, что Россия нам покажет, мы смотрим. А так мы не смотрим. Специально не это... Не подключаем мы как вот это... Кабельная? Кабельная, да. Там все каналы. Нравится вам Европа? Почему она может нравиться? Одни проблемы от них. Одни проблемы. А вы бывали там? Нет, я не была. А почему не нравится Европа? А потому что одни проблемы. Все горит в любом уголке земли. Нет покоя людям. То есть вы не хотели жить в Европе? Боже упаси. Я хотела бы, чтобы здесь был мир. И спокойно. Ну, теперь скажу я, конкретно этот блок не имеет ничего общего с журналистскими стандартами. Потому что здесь я вам расскажу свое мнение. Человек, который живет в Европе. Господа, для меня крайне удивительно, что вы ставите равно между Европой и какими-то там политическими лидерами, к примеру. Между какими-то политическими там решениями. Европа это жизнь. Европа это отношения. Европа это люди. Европа, конечно же, неоднородна. Но мы сейчас говорим о Европе, которая, скажем так, много-много лет. И там сложились определенные отношения между людьми. Эти отношения хорошие. Это правильные отношения. Отношения к человеческой жизни. Отношения к человеческому достоинству. Отношения к судам. Отношения к старикам. Отношения к самым незащищенным. К детям, к инвалидам. Вы знаете, это просто другой мир. Это другой мир. Он за гранью понимания многих людей, которые, к сожалению, вынуждены влачить жалкое существование. На территориях стран, на постсоветском пространстве не буду называть каких стран. По поводу геев. И мне крайне удивительно, что этот вопрос так сильно волнует людей. Я вам скажу, да, конечно же, я вижу геев. Это люди, которые ходят, взявшись за руки, к примеру. Но они меня не трогают. Они не пересекаются со мной вообще нигде. Более того, я могу прийти в какой-то магазин, меня обслуживает молодой человек. И я не буду знать даже, что это гей. И мне плевать даже, если я узнаю, что это гей. И почему это так сильно волнует людей, я не знаю. Я знаю то, что не прозвучало в этом вопросе. Любят очень еще рассказывать о ювенальной юстиции. Я вам скажу честно. Я видел семьи, где мать алкоголичка и занюхивается периодически. А у нее дети, которые пропускают школу, которые стоят на учете в социальных службах. И эта мать сидит на социале, не желает работать, к примеру. Я видел вот такого рода семьи. Если вы мне скажете, что из такой семьи не надо забирать ребенка. Ну, я вам скажу, вы не правы. Конечно же, конечно же, придут люди сейчас и скажут. Нет, вот там вот была положительная семья. Ребята, вы узнали о том, что вам рассказали в СМИ. Очень часто мы не знаем того, что происходит на самом деле. Есть ли перегибы в плане ювеналки? Я думаю, конечно же, есть. Но почему и это так сильно волнует людей, которые, как я понимаю, не собираются валяться с утра до вечера на лавочке под этим делом? Ну, непонятно. То есть, я часто слышу сказки, как с одной стороны, о том, что Европа, сытая Европа. Мне нравится вообще это определение. Сытая Европа, как будто бы там можно не работать и нормально жить. Ребята, там нельзя не работать и нормально жить. Все мечты всевозможных слюнявых идиотов о каких-то пособиях, это все, знаете, вот именно слюнявые мечты. Потому что на эти пособия ты сможешь разве что существовать, да и то ни шатка, ни валка. Там надо работать, как и везде. Иногда надо работать конкретно. Очень серьезно надо работать для того, чтобы нормально жить. Никто ничего бесплатно, ничего никому не дает. Аналогичные рассказы я слышу и с другой стороны. Но с другой стороны уже рассказывают, что там геев столько на улицах, чтобы вообще не протолкнуться. Эти геи проходу не дают. И ювеналка приходит в каждую семью и отбирает ребенка. Держитесь середины. И не рубите с плеча. Ну, это другой мир. Не стоит формировать мнение о нем путем просмотра, знаете, перископа с искаженными линзами. Вот так вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова